Мелада Буин-Сузова одна из победителей высокогорного северокавказского молодежного форума Махар-2022. Ее проект выиграл грант. Как Мелада планирует воплощать свою идею в жизнь, об этом она рассказала нашему корреспонденту Боле Джозаеве. Добрый день, Мелада. Всего победило 8 проектов молодежных на этом конкурсе. Твой проект оказался наиболее успешным и он получил самый большой грант, можно сказать. Но для начала я хочу у тебя спросить все-таки о сути проекта. Как возникла идея этого проекта? Кто придумал этот проект? Мой проект называется «Принципиальный допрос». Это интервью-проект, в рамках которого мы берем интервью у интересных жителей нашей республики, всего Северного Кавказа. Суть интервью в том, что есть два ведущих. Один в роли доброго допросчика, другой в роли злого. Чтобы наш гость рассказал всю суть, мы используем такой метод. То есть один задает каверзные вопросы, другой немного смягчает это все. И таким образом мы добиваемся того, что человек нам рассказывает все. Милада, понятно, что эксперты высоко оценили твой проект. И все-таки какие впечатления они высказывали, какие отзывы были у экспертов? Дают определенное время на защиту и определенное время на вопросы. Три эксперта сидят, один человек засекает. Я говорю все о своем проекте и после этого задают вопросы. Я очень боялась вопросов, но, к счастью, я на все ответила. Даже девушка, которая засекала время, даже она начала задавать вопросы, и на ее вопросы я ответила. Но было немного неожиданно, что больше времени меня спрашивали, чем это положено. Но я выдержала это. Я сказала о том, что это был один из самых больших грантов. Насколько я знаю, где-то около полумиллиона. Так? Если быть точнее, не полмиллиона, а 430 тысяч. Это нам хватит, чтобы закупить необходимое оборудование для качественной реализации проекта. Мы учтем все ошибки, которые были при съемках первого этапа, то есть пробного. И, исходя из этого, мы будем улучшать качество картинки, звука и так далее. Мероприятия нужны в первую очередь для того, чтобы обрести полезные связи, знакомства, найти в профессиональной сфере себе сообщников, единомышленников. И приятным бонусом может быть грантовая поддержка. Даже если ты не победишь, ты можешь найти людей, вместе с которыми ты можешь реализовывать свои проекты. Если победишь, очень хорошо. Ты уже со своей командой работаешь над этим дальше. Милада, я еще раз тебя поздравляю с этим грантом и желаю, конечно, успешной работы над твоим детищем. Спасибо тебе.